Петр Порошенко так переживал от раньше, что решил заручиться поддержкой Всевышнего и публично перекрестился во время речи. Какие есть еще сверхъестественные способы привлечения денег в Украину? А прямо сейчас узнаем у наших любимых депутатов. Пойдем. Какими еще сверхъестественными способами депутаты могут привлечь в Украину инвестиции? Инвестиции или позыки? Набрались с кредитов за 25 лет, как сучка Блу, поэтому... Сверхъестественными? Сверхъестественными. Сверхъестественными ничего не поможет. Я не знаю, может догадалки ходить. Чадо разных колдунів. Я думаю, что можно на хрещатику двух-трех судей повисать. Да? Да. Ви уверены? На 100%. Может, это и поможет. Двом-трем чиновникам-коррупционерам відрубати по одній руці. Я еще раз переспрошу. 100%. 100%. И тогда инвесторы сюда поедут с радостью. Сам факт, что украинская экономика еще жива, это факт сверхъестественный. Просто Господь благословен в Украине. Не беспокой Бога по пустякам. Можно попросить там, не знаю, в Вуду куклу сделать. Когда иголками тычут куклу Вуду, на самом деле никто от этого еще не умер. Может, дадут еще один транш МВФ. У меня следующий вопрос. Может быть, предложите какие-то ритуалы борьбы с коррупцией? Потому что на самом деле мы сначала коррупционеров отпускаем, а потом мы с ними боремся. У меня есть такой просто ритуал, наручники одевают, знаете. Понимаете, в чем дело? Как вы сказали, их даже не берут. Как это назвать? Мы ловим коррупционеров в первую очередь, а потом и пускаем. Только нам нужно еще визначити, кто коррупционер. Наши депутаты не признаются, что они коррупционеры. А вы знаете, кто? Ну, нет. А сколько здесь процентов коррупционеров? Процентов 80. Ну, подивиться на эти обличия. Ну, это что? Ну, это коррупционер. Это будущий коррупционер, его видно. А это минулый коррупционер. Надо посадить первого борца с коррупцией. Вы боретесь? Это страшно. И я? А до этого дела не будет. Начнем с вас. Начнем с меня. Фамилия? Река Андрей Александрович. Так вы же не коррупционер. Ну, вот народ недоволен. Да. Да. Каким стоит прибегать ритуалом, чтобы депутаты стали лучше работать? Самый лучший ритуал – это небольшие камушки. В смысле, камушки? Кидать камни? Да. Надо прибегать не к ритуалам. А к чему мы? Я каждый рано, каждый вечер молюсь, уважающего рода. Всем молиться? Да. Вот Олег Петенко предложил встречать депутатов, которые вот такие плохие коррупционеры. Вот здесь вот. Чтобы народ стоял. Выходит депутат. Брать и давать волшебный пендель. Да. Ярко, красиво, ритуально. В котором часу? Холи прокидайся. И каждый раз вперед сном. Кому? Всем абсолютно, кто засел во власти. У нас людей, которые тут раздают пенделя, вот вокруг Верховной Рады, их море. Развищаю, люди спокушаются на это. Что нам еще остается делать? Вот этот ритуал. Заметьте, это сказал Олег Петенко, а не я.